Казахстан Новый шелковый путь берет свое начало с китайского порта Ляньюнган. Сегодня он функционирует как совместное предприятие, где Казахстану принадлежит 49% акций, а Китаю – 51%. С появлением данного терминала наша страна получила возможность перерабатывать транзитные грузы из Юго-Восточной Азии и Северной Америки, а также товаров, экспортируемых из Казахстана. Время доставки грузов сократится на треть – 45 до 10-15 дней. Казахстан уникален с точки зрения географического положения, благодаря которому Китай имеет выход на Каспий через территорию только одного государства. Теперь довольно важно стать хабом надежным, соответствующей инфраструктурой. Одна из первоочередных задач – создание внутренней терминальной сети. Первый, пока самый масштабный в Казахстане появился в Астане еще в прошлом году. Одним из первых проектов внутренней терминальной сети на сегодняшний день является ТЛЦ «Астана», который функционирует с 2015 года и предоставляет широкий спектр логистических услуг по оформлению, хранению и обработке грузов. Также он предоставляет мультимодальный сервис всем клиентам на сегодняшний день. Данный логистический центр включает в себя сухие склады, склады климатического хранения, контейнерный терминал, а также дистрибляционный центр. Наши планы до строительства логистических центров в таких городах, как Чемкент, Акчебе, Атрау, Ахтау, Уральск. Груз поступает в логистические центры, а дальше может следовать даже самолетам. Мультимодальная перевозка по схеме Rail Air. Согласно схеме, груз прибывает из Поднебесной в казахстанские аэропорты, через железнодорожные линии, а уже далее в Европу самолетом. Вид транспортировки не из дешевых, но очень быстрый. Сегодня ведется строительство нового терминала столичного аэропорта, что тоже является частью плана по развитию транзитного потенциала нашей страны. Реконструкция пассажирского международного терминала началась в ноябре 2014 года. Темпы строительства идут согласно графику производства работ. На сегодняшний день уже завершены все работы по возведению каркаса здания. На стадии завершения получается у нас это фасад, кровельные работы. Ведутся работы по внутренней отделке, это перегородки, это полы, это стены. Соответственно, все инженерные сети, которые необходимы для жизнедеятельности нового терминала, все это идет в рамках графика производства работ. Соответственно, плюс ко всему привокзальная площадь, перронная часть, все это уже на стадии завершения, можно сказать. Наш действующий терминал остается в прежнем режиме, мы его переводим на внутренние рейсы, потому что новый терминал будет только для международных вылетов. Действующий терминал столичного аэропорта исчерпал свою пропускную способность. Сейчас он может пропускать 3 миллиона пассажиров в год. Завершением строительства нового терминала она увеличится почти втрое. Одним из достижений столичного аэропорта является строительство нового пассажирского терминала, в котором предусмотрено внедрение новых технологий, где будет впервые установлена автоматизированная система выгодочи багажа, также увеличено количество стоил пограничного контроля, также будет предложено к услугам пассажиров больше магазинов, больше кафе. И учитывая, что площадь нового терминала будет увеличена почти вдвое, если сейчас действующий терминал составляет 25 тысяч квадратных метров, то новый это 47 тысяч квадратных метров. Самым крупным проектом в автодорожной отрасли является Международный транзитный автомобильный коридор Западная Европа-Западный Китай. Фактически это и есть новый шелковый путь. Длина казахстанского участка автомобильной дороги больше двух с половиной тысяч километров. На данный момент в Казахстане проводится модернизация транспортной сети сразу по нескольким направлениям. В плане до 2050 года увеличить в 10 раз транзитный потенциал для автоперевозок. Поэтому здесь у нас очень большие планы. Кроме того, у нас есть план по развитию платных, именно первоклассных дорог категорий 1 и 2. Если вы знаете, у нас есть Астана-Щучинск. Это первый проект, которым мы внедрили платность. Дальше мы будем внедрять уже в следующем году, как Астана-Тимиртау, Алматы-Харгос, Чемкент-Казаларда и другие автодороги. Платные дороги у нас будут внедряться в три этапа. Сейчас у нас идет очень большая подготовительная работа. Сейчас силами Казахтажола совместно с консультантами разрабатывается система платности, которая будет внедрена уже в следующем году. То есть на участках первых, это Алматы-Копчагай и Астана-Тимиртау, будет внедряться гибридная система платности. То есть будут находиться как турникеты, так и будут свободные линии для свободного проезда машин. Строительство новых транспортных артерий в Казахстане является частью плана нации «100 конкретных шагов». Сегодня страна разрабатывает транзитные коридоры по двум направлениям. Северный предполагает выход на Россию и далее на европейские рынки. Южный или трансказпийский идет по коридору Тросека через порт Актау с выходом на Азербайджан, далее в Грузию и Турцию. Считается такой мультипликативный эффект. То есть если каждая транзитная машина, проезжая через Казахстан, она кроме того, как оплотит за проезд транзитный, она также должна купить топливо. Должен человек где-то поесть, где-то должен переночевать. То есть придорожный сервис тоже играет огромную роль именно в развитии дохода всего государства, как налогового поступления, так и прямых отчислений малосреднего бизнеса. За последние годы в стране построено 1700 километров новых железнодорожных линий, оптимизирующих международные транспортные коридоры в направлениях Восток-Запад и Север-Юг. Многие успехи обусловлены в том числе и строительством внутри и за пределами Казахстана опорной сети логистических центров на Евразийском континенте. Говоря о развитии внешней терминальной сети, присутствие Ирана нам дает возможность выхода в Персидский залив. Наше строительство терминала совместного на территории Московской области даст нам выход и возможность обработки транзитного груза с Китая в Европу и также с Европы в Китай. И дополнительное наше присутствие в порту Клайпеди позволит нам перевозить мороженую продукцию и заполнять наши климатические клады на территории Казахстана и на территории России. Как вы знаете, на сегодняшний день Клайпеда является воротами морепродуктов со стороны Норвегии. И учитывая фактор, что на сегодняшний день какой-то ассортимент данной продукции является санкционным, поэтому мы приложим все усилия для того, чтобы все-таки открыть транзит по территории Российской Федерации и иметь возможность создания котенеров поездов по перевозке мороженой продукции. Важная часть Нур-Лыжол – модернизация единственного в стране морского порта Актау, расположенного на Каспии – морские ворота Казахстана. Сейчас в Актау осуществляется ряд проектов по модернизации, чтобы к 2020 году увеличить пропускную способность порта до 19 миллионов тонн. В ближайшее время специалисты прогнозируют рост транзитных перевозок через Казахстан до 50 миллионов тонн в год. Новые логистические проекты – это транспортные услуги из любой точки отправления – Европы, Китая, России или стран Персидского залива – в любую точку назначения. Это была программа «Приоритет». Уже в следующем выпуске мы расскажем вам о самых интересных реформах, которые ожидают нашу страну. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова